привет вас я конечно не знаю когда нас примут евросоюз но примут точно не прижой точно вот 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 эти русским ботам пожалуйста не беспокойтесь там же как бы очень большие дяди очень маленькие дяди решили что украину евросоюз примут другое дело что понятно дело это немножко займет время но я знаю точно другое после того когда украину примут евросоюз ну сначала процентов 20 будет недовольны что нас приняли евросоюз потом 30 потом 50 потом 60 потом 70 вот 70 80 процентов всегда будут недовольны что украина вступила в Евросоюз нет я не шучу я вам говорю правду сейчас действительно 90 процентов украинцев 80 90 хотят чтобы украина вступила в Евросоюз но хочу обратить ваше внимание что помните майдан и помните была такая забавная серия кажется вот если не майдан соглашение про ассоциации кто помнит про соглашение про ассоциации ну кроме меня никто не помнит а у нас ну и есть мы действительно социальный член евросоюза если помните на майдане говорили кучу всяких глупостей бредятины что вот как только мы соглашение про ассоциации инвестиции пенсии как евро зарплата а я что он говорил ложь 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 кто прав был я прав потому что я происходно знаю что такое членство евросоюзе что такое ассоциация в отличие от этих всех клоунов читаю документы ну и принципе хорошо знаю экономику евросоюза по этой причине поймите правильно почему действительно сейчас эйфория вступить а потом будет наоборот такое разочарование по той просто причине что повторяется то же самое что с майданом миф сплошной миф выдумка по поводу членства в евросоюзе вот сейчас есть вы беседуете с любым украинцем и ну спрашивающего а что такое он начинает такую гарематю нести если бы вы это рассказали французам или немцам где он такой бред услышал придумал потому что понимаете людям всегда свойственно фантазировать то не кумнист придумали то социализм то еще какую-то бредятину а тут вот придумали действительно мифическую жизнь в евросоюзе где можно на работу не ходи мешки с деньгами тебя выбрасывает и вот это бредятина и не перебить и понятное дело что ее можно исправить только когда попробовать ну какой-то бредятину только не про нее не рассказывали ахинею сплошную и а сейчас она есть никто про ассоциацию вспоминает а что она есть есть а вот это что вам рассказывали на мадане брехня 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 обращаю ваше внимание я много раз говорил еще раз повторяю соглашение про ассоциацию подписывать надо было майдан и вступать евросоюз надо это хорошо но мифы вот эти которые фантазируете это нет большого ума действительности ничего радикального в жизни украины не произойдет когда украина вступит евросоюз никакой чудо никакого невероятных не будет будет нормально как всегда там срач конфликты проблем и так дальше хочу вам напомнить до войны это же до войны 2021 заработная плата в украине после уплаты налога была выше чем в болгарии румынии и янгрии правда ниже чем в польше спорить не буду но цены значительно ниже у нас цены ну что называется ниже плинтус по союзности европы ниже тем более у нас очень низкий да действительно тарифы жкх очень низко и сферу слов у нас очень дешево ужасно это вот как раз есть нюансов когда наши люди попали в европу и начали ходить по магазину надо покупать и вот ездить в общественном транспорте это потому что и вот и поездные давали они кажутся такие в глаза и говорят боже да 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 это европа поймите правильно высокая зарплата это высокие цены а вот эти только сказки бывают высокая зарплата маленькие цены по этой причине когда вам кум рассказывает как дешево польша вот там редкая по башке шарак и сразу будет говорить правду он же почему варить не уже в польше даже выпил и бредом просто тем более когда задача вопроса стоит пацан ну если в польше так было дешево какой что ты черта приперся ну приехал и рассказываешь что ты черта там не заработал все очень долго ты ж перед этим только что рассказывал что даром а Когда турист едет, он воспринимает это одно, но когда он поживет, мама, нет, поймите, в любой стране все ругают цены, абсолютно, цены всегда болезненные, и ругают зарплату, тоже болезненные, так что, как сейчас ругают, как ругали там до Майдана, после Майдана, так и после вступления Руссии, цены высокие, зарплата маленькая, Умоляю нас, нет, действительно зарплата у нас будет подрастать, и на каком-то этапе будет 1000 евро, но понимаете, какая ситуация, в Европе она же тоже на месте стоять будет, там будет 3000, понимаете, и это будет поставить, по этой причине вот этого, ну вот, выгодно сейчас зарабатывать в Польше и тратить в Украине, потому что цены низкие, а вот когда, грубо говоря, ну, Путинка там, то эффектность потеряет, поставить высоту. Теперь еще вот по поводу этого мифа, вот, зарубежные инвесторы, вы что? В чем напомнить, друзья мои, у нас есть такая компания Макдональдс, зарубежный инвестор, с 90-х годовой работы, вот если вы подойдете до любого Макдональдса, там большие буквы, то есть требуется, 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 требуется. Вот почему не хотите идти работать к зарубежному инвестору? Почему? Зарубежный инвестор, идите работать, зарплата по белому, там, карьерный рост, все хорошо, так же? А вы не идете, почему? Почему? Ага, ха-ха-ха-ха-ха, и платят мало, вы что думаете, вам будет как в Америке платить? Ну, какой дурак будет вам платить, как в Америке, если он может платить, как в Украине? Ну, что вы за бред придумали, что если это зарубежный инвестор, он должен вам платить, как в Америке? Ну, что за чушь? Ну, где такую бредятину можно было придумать? Мало того, да, действительно, почему Макдональдс не любит работать? Потому что наши ребята не говорят, помогают, я там знаю, так жестко, все, да, эксплуатация. Вообще, по-большому счету, даже те, кто в Польше поработал, говорят, ой, не, больше не поездок, там так все жестко, да, эксплуатация. Но поймите, любой инвестор не имеет значения, давайте так, любой элегант, украинский, российский, китайский, американский, он хочет заработать. И по этой причине, да, максимально старается выжать эксплуатацию. В Украине эксплуатация очень сладенькая. У нас очень низко произведется труда, потому что народ так... Это пока. Вот ликвидируем у упрощенцев, а это действительно будет. Вот, что, к примеру, союз упрощенцев зачистят. И сразу произведется труда. Тик-тик-тик-тик-тик, и поднимется. У нас действительно очень сильно расслабляют людей вот эту возможность левачка. Теневая экономика, левачок, можно не платить налог, можно не работать, можно воровать. Сильно разбал, очень. И вот здесь, конечно, Евросоюз немножко так воспитает. Но опять же, в ракурсе таком, который будет вызывать недовольство, потому что, понимаете, ситуация, левачка нет, ЧП-шечки нет, этого нет. Надо идти работать правильно и не просто пахать, как прокрыт, потому что тебе заплатили 100 тысяч евро. А как ты хотела? И понятно, что будет недовольство. А что же вы хотели? Но на этом строится экономика Европы. Сильная эксплуатация, маленькая зарплата. Ну, выше, чем в Украине. Ну, еще тот нюанс, который, ну, просто коррупция. Я много раз вам объяснял, что, понимаете, коррупция существует в Европе еще больше. Просто про это не пишут, не говорят. Так что коррупция как была, так и будет. С другой стороны, что понимаете, то, что вы у нас, вот вы, если бизнесмен, можете порешать за тысячу долларов, там у нас будет минимум 10, 50 тысяч долларов. Да, да. И по этой причине в некоторых моментах вы не будете неконкурентоспособны с европейскими пацанами. И вот это, да, вот эта проблема будет. К сожалению, ну, без проблем бизнеса не бывает. Так что здесь сказывается. Хотя, с другой стороны, у вас будет возможность залезть туда. Потому что, в принципе, ради чего вступает Евросоюз? Большой рынок. И это действительно происходит для крупного бизнеса. И для малого и среднего. Можно будет действительно туда немножко пролезть и что-то там рвать. Вот это ради этого. То есть, сам Евросоюз ценный как рынок большой. Ну, действительно большой. По сравнению с украинскими хромами. И ради этого туда просто. Да, понятно, вы скажете, вот работа. Ну, я понимаю, что действительно рынок труда. Можно поработать, хотя вы будете тут же матюкаться, кричать, что и платят мало, эксплуатация сильная, и требования невероятные. Да. Потому что, понимаете, одно дело, когда вы едете в Польшу работать, другое дело Германии. Там язык уже потребуют. Францию там вряд ли поедет. Там еще своя зараза есть. И получится, мало того, почему, если по этим странам, там, ну, пока мы еще не, то есть смысл. Вы поехали в Польшу заработали, сюда приехали куча бабок. Ну, потому что цены у нас очень низкие. А тогда, что оно выровняется. И тогда получилось, что вы заработали в Польше, тут еще евро, и у нас приехали. Говорят, так цены то же самое. Да, смысла нет. Вот это немножко. Бяка будет дарить. Да, не сразу. Ну, будет. И вот это действительно. Говорят, как же раньше, да, да, теперь. По той просто причине, что действительно, когда рынки откроют, то у нас цены подтянутся, сильно подтянутся, и зарплата подтянется. Но она будет, ну, как бы, всегда будет постоянно. Ой, цены выросли больше. Да, да, вот этот развод цены выросли больше, чем зарплата, будет постоянно. И тут не объяснить. Так что это постоянно будет. Ой, зачем? Вот Польша сейчас, на сегодняшний момент, очень, ну, как сказать, особенно польские бизнесмены, по мотивации, зачем мы вступили в Евросоюз? Раньше было лучше. Ну, правильно, был левачок, снимай канал. Сейчас нет. И получилось, что если раньше действительно тот же польский бизнесмен мог там 50% в рентабельности, 100%. Да, да, как наши сейчас. Вот наши сейчас, почему такие все довольные мордашки? ЧП-шники. Потому что у них рентабельность бешеная. Но такой рентабельности и существует. Это супер рентабельность. А получилось, да, Польша вступила, там рентабельность 2-3%. Да, 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 рынок пошел, но рентабельность маленькая. То же самое здесь будет. Я говорю, что большая часть бизнесменов будет недовольна. Рентабельность маленькая. Ну, и упрощенцев, конечно, ликвидируют. В таком виде, как они есть, их не будет. Да, будет такое более европейское, европейское. Так что тут тоже будет такая фронта. Вот, зачем мы вступили? Так хорошо было, и контрабандный трава было, все замечательно. А теперь, да. Ну, вообще, смотрите, Европа славится чем бюрократией и фискальным давлением. Поэтому, понятно, что фискальное давление усилится. Скорее всего, в виду, действительно, все очень декларируют. Надо будет отчитываться про доходы, расходы, если не совпадает, не оплатит налог. То есть, ой. Если вы думаете, что немцы с таким восторгом это отчитываются, ошибаются. Матюкаются, возмущаются, пытаются увильнуть. Не все получается. То же самое здесь. То есть, понимаете, как бы, там есть проблемы, которые непонятны нам. А у нас есть проблемы, которые непонятны им. А потом сравняются. Но проблемы будут. То же самое. Ну, без проблем вообще не бывает. Да, я понимаю, сказать, вот, дороги понастроить, то подобное. Ребята, смотрите, у нас насчет строительства дорог, грех жаловаться. Действительно, очень активно начали строить дороги, в том числе и местные. Рассказываю еще раз. Смотрите, у нас поменяли законодательство. Сейчас ТГ, ну, местные, бюджеты, получают довольно много денег. И за счет этих денег действительно строят. Даже вот сейчас война. Я очень много встречал и сел, и городишек. Война там. Дороги ремонтируют, парки ремонтируют, посвящение делают, школы ремонтируют. Все это есть. Но это все зависит от ТГ. А что значит зависит? Во-первых, вы должны налоги платить, зарплаты. В основном источник дохода в ТГ это налога за вашей зарплаты. А если вы все левачок, все в конверте, ну, ребята, имейте связь. И от того, кого избираете. Потому что действительно очень сильно разделяется. Вот бывает АТГ, а даже селок. И очень сильно. Вот потому что вы избираете мерзавцев в руководство АТГ. Потому что вы говорите, ой, он такой, так вы же сами что избирали. Ну, мерзавец, но мы что избирали. Ну, вот это же беда ваша. По этой причине да. Хотите, чтобы вас были в вашем селе, городе, городишке. Избираете правильно. Вот Киев. Кличко это полнейший дебил, который только можно. Ну, мэра захотели. Ну, вот теперь все проблемы. Был бы нормальный мэр, вы понимаете, какой бюджет Киева. Да ужасно. Все было бы. Но, сами же избрали. Куча идти на здоровье. По этой причине вот эти все сказки. А вот мы вступаем, там нам дороги не сделают. Не сделают. Никто их делать не будет. Да, есть европейские фонды. Там действительно местные, вот даже на сегодняшний момент, чтобы вы знали, АТГ действительно привлекают деньги европейских фондов. В том числе, наверное, ремонт школ, больниц, дорог. Это все есть. Это сейчас уже можно. Без вступления Евросоюза. Не удивляйтесь, все это есть. Другое дело, что есть европейские фондов, которые привлекают, а есть которые ни черта не делают. То есть все от вас зависит. Отключитесь. Тут, понимаете, какого-то, чтобы сказать, вот Евросоюз, он что-то поменяет. Нет. Тут абсолютно ничего не меняет. Вообще, по большому счету, я говорю, что вот вы столько придумали мифов про Евросоюз, что... Ну, я вообще не представляю, где вы на ответ на фантазировали. По той простой причине, что, ну, любой Евросоюз, это просто, ну, объединение, причем такое политическое и экономическое. Да, есть определенные правы. Есть там стандарты, ну, для торговли, для бизнеса. Ну, это вас не касается... Вот того, что поменяют стандарты оформления таможенных накладных. Вас это как касается? Ну, вот никак. Или что поменяют с того, если поменяют стандарты маркировки пищевой продукт? Ну, вот. Ну, вот это и есть Евросоюз. Вот Евросоюз. А вы что думали? Ну, там мешки с деньгами обещали. Да, да, да. Я говорю, поймите, если вы сейчас бездельный, не хотите работать, то то, что Украина вступит в Евросоюз, ничего не произойдет. Работы как не было у вас, так и не будет. Основной же бездельничать. А если вы хотите работать, то сейчас работа в Украине немедленно. Причем можно такую найти работу с такой зарплатой, а фонарей. Было бы такое желание. Про бизнес это вообще один раз. Сейчас действительно в Украине бизнесом заниматься легко. Вступим в Евросоюз будет сложнее, потому что там и фискальные даны, и вот эта бюрократическая машина вас будет сильнее. Вообще, чтобы вы правильно поняли, вот когда в Европе делают опросы, то желающих заниматься бизнесом – мизер. Там вообще люди бизнесом занимаются от безнадеги, а не от того, что хотят. Там все хотят работать в крупных корпорациях олигархов. Вот это значит. Потому что попали на работу в корпорации олигархов и ба, отдать бизнес. Потому что, понимаете как, там же, опять же, бизнес маленький, а результат минус маленький. Не очень так хочется. А хочется что-то смахать. Да, да, да. Так что, вот такая вот ситуация. Вступаем в Евросоюз, мечтаем, фантазируем, а потом… Ой, боже, вы не себе представите, сколько были потом сроча, недовольства, возмущения. Ну, говорю, как вот за Майдан? Помайданничали, соглашение про ассоциацию подписали. Все, все. Не то, не так, не то, не это. А зачем мы на Майдан бегали? Вы же на Майдан бегали типа, ассоциация, вот не будет ассоциации, пропадем. Ребята, ну есть ассоциация. Да, есть, да, да, да. Даже вот этот знамитый безвиз никакого отношения к Майдану не имеет, тем более к ассоциации. Не удивляйтесь. Мало того, безвиз уже запрещает работать. Безвиз это только туристически, между прочим. Другое дело, что вы нелегально работаете. Да, и плюс ко всему, что всякие там… Да, не спорю. Но это ж никакого отношения не имеет безвиз, абсолютно. Тем более к Майдану. Вообще поймите правильно, реформы в стране и вообще какие-то улучшения жизни происходят, когда нет катаклизм. Война катаклизм, не спорю. Майдан катаклизм, революция катаклизм. Когда стабильно, когда нет вот этих катаклизм, тогда и зарплата ростут. Тогда и доходы ростут. И цены ростут. Это есть. Но понимаете, бизнес же он тоже чувствует. Доходы выросли. Я хочу заработать больше. Логично. Опять же, зарплату вам надо платить. Вы же работаете в торговой компании. Надо цены поднимать. А так оно и работает. Так что тут все взаимосвязано. По этой причине вот эти все сказки о мифе, мифичности, что там лучше, где нас нет, это да, это есть. Но на практике все значительно проще. По этой причине Украина будет членом Евросоюза, мы за вступление в Евросоюз, но жизнь продолжается. Запомните раз и всегда, для бездельников Евросоюз не поможет. Что вступили, что не вступили. Благодарю всех за внимание.